Работал, 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 потом 35, хоп, инфаркт. Самое большое заблуждение про психосоматику. Мы каждый день бегаем от этого тигра, и он каждый день где-то в кустах, а потом нам еще кажется, что в том кусте тоже тигр. Просто оправдание для людей, которые не хотят над собой работать. Он такой, да, вот надо в этом месяце снова взять больничный. Такие люди тоже есть, но это немножко про другое, да? О психосоматике ходит масса слухов. Но среди них есть как научные доказательства, так и неподтвержденные мифы. Правда ли, что от стресса можно заболеть? Оказывают ли эмоции непосредственное влияние на наше здоровье? И можно ли избавиться от психосоматических заболеваний? Разберемся в этих важных вопросах с врачом-психиатром Екатериной Кольцовой. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня будем говорить о психосоматике. Очень много мифов ходит об этом. Расскажите, пожалуйста, взгляд специалиста на эту тему. Что такое психосоматика? Действительно это какой-то научный термин или это все надуманное? Если мы говорим о таком понятии, как психосоматические заболевания, в более узком смысле, то это соматическая патология, которая развилась под воздействием психогенных факторов. То есть это конкретные заболевания, у которых доказана роль того, что стресс на них влияет. Это, например, какие заболевания? Ну, например, гипертоническая болезнь, нейродермит, язвенный колит, язва желудка и 12-перстные кишки, ревматоидный артрит. Также сейчас туда относятся ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет второго типа, некоторые относят ожирение. Рак, онкология является психосоматическим заболеванием? В чистом смысле нет, но тут можно посмотреть как. Например, если мы берем рак желудка. Рак желудка часто возникает после язвы желудка. А язва желудка – это у нас уже что? Психосоматическое заболевание. То есть с этой точки зрения, если там какой-то психогенный компонент, да, он есть. Но о раке, как о чисто таком классическом психосоматическом заболевании, мы, естественно, не говорим. Как это работает? Привет. Ну, допустим, ты такой понервничал, откуда берется язва желудка? Что происходит в организме? Ну, то есть, если ты разово понервничал, скорее всего, ничего не происходит. Предположим, ну, ты работаешь на работе, у тебя отвратительный начальник, он у тебя каждый день орет, ты не можешь никак от этого абстрагироваться, и вот ты каждый день нервничаешь. Когда ты каждый день нервничаешь, у тебя в крови появляются гормоны, то есть, например, тот же норадреналин. И на фоне этого у нас запускается часть вегетативной нервной системы, которая называется симпатическая нервная система. Она активируется как раз в ответ на стресс. Что делает симпатическая нервная система? Под ее воздействие у нас более частое сердцебиение, более частое дыхание, и еще часто замедляется перистальтика кишечника. То есть, ну, как бы, естественно, когда там надо бежать или что-то еще, то есть там не самое время что-то переварить. И поскольку, а если у нас это хронический процесс, то у нас получается постоянно эта перистальтика замедляется, она постоянно медленная, пища переваривается плохо, да, то есть орган плохо кровоснабжается, потому что перистальтика уменьшается. Орган плохо кровоснабжается, например, желудок, да, вот, который мы разбираем. На фоне этого возникает ишемия какой-то в области в желудке, то есть как раз это и есть плохое кровоснабжение. Ну, а там, где у нас плохое кровоснабжение, там как бы вероятность некроза, естественно, выше. И на фоне этого возникает некроз. Это, естественно, очень как бы так приблизительно, да, и то есть очень кратко, как бы там намного больше патогенетических звеньев. Но если мы вот так кратко разбираем, то есть длительный хронический стресс активирует симпатическую нервную систему, которая активирует как раз какие-то там гормональные, да, там или вегетативные реакции, за счет чего и у нас возникает какая-то патология в органе, который с этим связан. Ну, как давно вообще ученые вот это выявили и научно обосновали как-то? Ну, что всегда, наверное, такое было, да, в древние времена, когда там человек бежал от животного, от соблезубого тигра, не знаю, прятался в пещере. У него тоже возникали психосоматические заболевания? Мы тут в первую очередь говорим про хронический стресс. То есть как бы разово, да, мы побежали от тигра, потом прибежали в пещеру, там тепло, хорошо, там любимая женщина молодец, ты убежал, да, то есть детишки бегают, все классно. А если, например, мы каждый день бегаем от этого тигра, и он каждый день где-то в кустах, а потом нам еще кажется, что в том кусте тоже тигр. И то есть и постоянно это активируется, естественно, древние люди не думали, что это психосоматическое расстройство, но они могли какие-то признаки его переживать. А где-то уже в Древней Греции, да, это прямо отмечалось, что есть болезни, которые имеют психогенный компонент, которые связаны со стрессом. Как обычно, я вышла на улицу, поговорила с людьми на тему психосоматики. Что вот они думают об этом, и считают ли, что все болезни от нервов? Давайте послушаем, что отвечали люди. Что вы знаете о психосоматике? Психосоматика, ну, насколько я знаю, это какие-то нарушения в самом организме, вызванные именно психическими расстройствами, какими-то нервами. То есть, вот, допустим, есть пример такой, вспомню, что у девушки нехватка дыхания, как будто ком в горле. И вот ей поставили диагноз, что вот психосоматическое, то есть нервничаете много. Как вы думаете, все ли болезни от нервов, исходя из этого? Не все. Если уже брать такие самые, как назвать-то, низшие, что ли, болезни, там, как простуду, ну, допустим, у ребенка. Ребенок же вроде не особо много переживает, радуется жизни, и вот он там простыл, вот. Нет нервов же. Это как проблемы со здоровьем, обусловленные психологическим фактором. Например, какие это могут быть заболевания? Я не помню точно, но, например, проблемы с кишечником обусловлены тем, что у человека, там, ну, стрессом, допустим. Вот некоторые считают, что все болезни от нервов. Вы как считаете? Да, так и есть. Человек вот считает, вот что-то вот у меня заболело вдруг, вот я вот задыхаюсь, и вот, наверное, это мне надо, спасу нет, как лечить легкие. Он приходит, ему говорят, да у вас с легкими все хорошо, вот, а на него, может быть, давит что-то другое. Скажем, это могут быть страхи из детства откуда-то принесенные. Психосоматика довольно-таки серьезная, это надо над собой работать. А для меня это просто оправдание, когда ты начинаешь говорить, что вот у меня все болит, потому что там на работе ничего не получается. Ну, на самом деле это все, ну, вот для меня, я в это не верю, вот. Как вам мнение людей? Ну, то есть многие правильно понимают, что это какая-то патология в органе, которая развивается на фоне стресса. Вот там первая девушка, например, об этом говорила. Женщина, которая там постарше, она как раз говорила немножко про другое, про не чисто психосоматические расстройства, а про то, что любое психическое заболевание, например, там те же панические атаки, когда есть чувство нехватки возраста у господи воздуха, оно может быть как раз вот какие-то физиологические симптомы для психических заболеваний тоже характерны. То есть это не чисто психосоматическое заболевание, а это психическая патология, которая имеет какие-то соматические симптомы, например, чувство нехватки дыхания, то есть немножко разграничим. Ну, а вот молодой человек сказал, что вообще в это не верит, и что это просто оправдание для людей, которые не хотят над собой работать. Ну, есть такая как бы люди, которые так считают, но это не совсем так. То есть те люди, которые, например, эти же люди действительно чувствуют те симптомы, которые они чувствуют, те, которые они предъявляют врачу и так далее. И это даже мы говорим сейчас не про чисто психосоматические заболевания, например, та же артериальная гипертензия, которая объективно подтверждается измерением давления. А просто если человек чувствует, что у него там в животе что-то бурлит, и ему как-то плохо, или у него что-то сильно болит голова, или что там что-то шевелится, он объективно это ощущает. Ну, то есть как бы и для него-то это реальность. А со стороны это действительно может казаться чем-то надуманным, потому что другой человек в это не верит. И это скорее вопрос какой-то недостаточной информированности о том, как бы как развиваются эти заболевания. А сам человек действительно в них верит, и для него это может быть объективной причиной в его личном мире, для того чтобы не пойти на работу или как-то работать только до обеда. Ну вот вы часто общаетесь со своими пациентами, вы давно работаете в этой сфере. На ваш взгляд, самое большое заблуждение про психосоматику, которое есть у людей? Наверное, это про то, что если есть соматическая патология, то можно не работать с психогенным фактором. То есть, например, если у меня есть гипертоническая болезнь, я просто пью таблетки гипертонической болезни, но никак там не улучшаю, например, свою адаптивность к стрессу. И это нормально, да, то есть как бы. И тут как раз мы, то есть, не воздействуем на очень важное звено патогенеза, то есть и каждый стресс у нас все равно будет это повышение давления. А по факту сходите, да, там, обучитесь дыхательным техникам, как-то научитесь расслабляться, и вам будет легче переживать стресс, и у вас будет реже повышаться давление. И то есть вы можете не допускать, например, обострения своих заболеваний или делать их не такими яркими как раз с помощью работы с психотерапевтом или какого-то самостоятельных, да, там, тренировок. Ну вот многие же считают, есть такое мнение, что у каждого заболевания есть какая-то психологическая причина. Допустим, у тебя болит горло, значит, ты не можешь выразить свои мысли. У тебя там зрение падает, значит, ты не хочешь видеть свой вот этот окружающий мир. У тебя там ноги заболели, это значит, что ты не твердо стоишь на земле. Вот это имеет под собой какое-то обоснование? Какого-то научно доказанного это основание не имеет. То есть, да, есть там, по-моему, новая германская медицина, которая прямо вот на этом специализируется, но это не считается доказательным направлением. То есть, если кому-то так проще, и он при этом горло-то, не знаю, пополоскал, полечил, но еще и с обидами поработал, так человек сделал двойную работу, молодец, как говорится, и вылечился, и еще что-то поделал. А как бы лечить, например, некоторые там любят лечить рак, да, какими-то методами там психологических настроек или что-то такое. Но это абсолютно неверно, потому что если у нас есть какая-то соматическая проблема, мы должны соматическую проблему тоже решать. Я вот совсем недавно разговаривала со специалистом, достаточно популярным в городе. он говорил о том, что вот как раз все от нервов, и человек болеет, потому что он сам, ему это выгодно. Ну, есть такое, да, про вторичное выгодно. Например, я работаю на нелюбимой работе, да, я не могу уволиться, потому что мне надо обеспечивать семью, но я очень не хочу, и поэтому я начинаю, например, часто болеть. Я ощущаю вот эти симптомы, я беру больничный лист, я не хожу на нелюбимую работу, и как бы человек начинает чаще, блять, он делает это неосознанно. Тут важно это понимать. Это не то, что у него какой-то вот четкий план, что он такой, да, вот надо в этом месяце снова взять больничный. Такие люди тоже есть, но это немножко про другое, да. А это, что человек неосознанно, просто его организм пытается приспособиться к тому, что человек сам, например, не меняет работу, ничего с этим не делает, но его организм уже это не выдерживает, и поэтому он выдает симптом. А у кого чаще бывают вот это психосоматические заболевания? У женщин, у мужчин, может быть, какого возраста? И почему у одних это возникает, у других нет? Чаще, наверное, скажем так, диагностируется, проявляется это у женщин, ну, то есть это разные заболевания по-разному. Например, как бы часто, наверное, сейчас говорят про ранний инфаркт миокардов мужчин, да, то есть когда человек работал, 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 а потом в 35, хоп, инфаркт, да, то есть и это как раз про то, что человек, ну, там, не занимался своим здоровьем, да, то есть не работал со своим стрессом, и это довело до инфаркта. Это, например, больше характерно для молодых мужчин, чем для женщин. Ну, и есть, например, патологии, которые больше характерны для женщин, например, у всякие проблемы с желудочно-кишечным трактом и так далее. Достаточно такая типичная женская проблема. Но, в принципе, это распространено в обоих полах. А почему вот у одних возникает, у других нет? Нет, мы же все живем в одинаковых условиях достаточно большого сейчас стресса, да. В современном мире вообще много стресса вокруг. Да. И почему одни как-то нормально с этим справляются, их организм, а у других нет? Во-первых, чтобы возникло психосоматическое расстройство, стресс должен быть длительным, да, и с ним надо ничего не делать, плюс как бы иметь дезадаптивные механизмы. То есть как бы кто-то со стрессом справляется, то есть, например, кто-то не такой близко все принимающий к сердцу, не такой тревожный. Ему там нахамили в магазине, он такой, да и ладно, да, а кто-то потом еще неделю про это думает. Естественно, если человек сам по себе более тревожный, более мнительный, да, такой более все берущий в себя, то у него больше шансов, что это все возникнет. Плюс часто ваш, например, ну если вы работаете на работе, на вас каждый день идет начальник, всегда можно поменять работу. Да, это бывает очень сложно, но если вы со стрессом ничего не делаете, шанс, естественно, психосоматического заболевания намного выше. Есть ли у вас тест? Будем проверять, что, склонность к психосоматическому или есть ли психосоматическое расстройство? Да, есть ли, например, у вас заболевание, которое можно считать психосоматическим? У нас будет три вопроса, ответы да и нет. Да. Ну, первый вопрос. Есть ли у вас бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, ревматоидный артрит или любое из тех заболеваний, которые я говорила выше, да, которые как раз у нас классические, психосоматические, это первый вопрос. Если оно есть, да, то есть это плюсик, если нет, то минусик. Второй вопрос. Симптомы этого заболевания впервые возникли в период сильного стресса. То есть, например, вы сильно понервничали, у вас поднялось давление, и с тех пор у вас стоит диагноз гипертоническая болезнь. То есть тут мы больше говорим про психосоматический компонент. И третий вопрос. Обострение этого заболевания происходит в период стресса. Вот это вот классическое, что я понервничал, у меня поднялось давление, да, то есть я померял давление, понервничал от того, что оно поднялось, оно еще больше поднялось. Это, конечно, чисто психосоматический механизм. Вы и люди у нас в вопросе говорили про заболевание желудочно-кишечного тракта, да, поскольку это тоже психосоматика. Ну, допустим, если у человека действительно что-то не так с пищеварением, болит и крутит живот периодически, это значит, что это психосоматика все-таки или нет? Не обязательно. Ну, то есть если человек съел, я не знаю, немытый арбуз, и у него потом там что-то пошло, то это чисто инфекционная патология, то есть тут никакой психосоматики нет. Поэтому это мы говорим только про конкретные заболевания. То есть, например, та же язва, то есть у нее доказано, что это психосоматическое заболевание. Но при этом есть заболевания, которые вызываются там инфекционными агентами и так далее. Мы не говорим, что они психосоматические. О том, как от этого избавиться, поговорим во второй части нашей программы. Извиняюсь, если вы живете с алкоголиком, и у вас через 20 лет началась гипертоническая болезнь, это не очень удивительно. У человека вроде бы что-то болит, а на обследованиях ничего не проявляется. У него-то есть это заболевание, его просто еще не нашли. Можно от этого навсегда избавиться, если заняться этим вопросом всерьез. Ну, это психосоматика, невысказанная обида. Вам бы точно лучше на этом этапе посетить врача-психиатра. Так, ну что, начнем с традиционного, самого очевидного вопроса. Лечится это или нет? Что с этим надо делать? Ну, то есть, смотрите, если у вас есть, например, диагноз гипертоническая болезнь, это считается заболеванием хроническим, то есть оно у вас останется. И то есть в этом случае вы посещаете как своего кардиолога, который вам назначает лечение от гипертонической болезни. Также, поскольку это психосоматическое заболевание, будет хорошо, если вы поработаете над своими механизмами адаптации с психотерапевтом, чтобы вам было легче переживать стресс. То есть мы работаем как с соматической патологией, так и с психогенным фактором, вызывающим обострение. Ну, это получается, человеку самому надо, да, этим озаботиться? Потому что, ну, может быть, конечно, какие-то врачи отправляют к психотерапевту, но вот я, например, не видела, чтобы, когда ты идешь с проблемами с желудком, тебя отправляли к психотерапевту. Это еще зависит, конечно, от выраженности проблем с желудком. И то есть бывает такое, что действительно гастроэнтерологи направляют ко мне пациентов, да, то есть и прям рекомендуют им поработать, как бы попить препараты по моему профилю, потому что, особенно если это часто повторяющаяся патология, она плохо поддается лечению у гастроэнтеролога, шанс, что это психогенная, да, то есть он очень повышается, и эти пациенты, ну, то есть с большей вероятностью дойдут. То есть когда ты впервые приходишь с повышением давления, тебе говорят, вам надо к психиатру, то есть понятно, что это вызывает, ну, как бы, достаточно много негатива у многих пациентов. Ну вот хорошо, человек пришел к психиатру, да, после гастроэнтеролога или там одновременно, что, вы ему выписали какое-то лечение, и у него больше не повторится этого заболевания или что? То есть в первую очередь, да, можно выписать лечение, то есть там есть различные группы препаратов, ну, в зависимости от того, там, какие жалобы, насколько там все запущено, и чаще всего в этом случае мы, как бы, корректируем как основное заболевание, то есть бывает, что я назначаю свои препараты, те же антидепрессанты, и от этого магическим образом улучшается ситуация в том же ЖКТ, да, то есть хотя, как бы, ну, как это взаимосвязано. И плюсом это профилактирует дальнейшее обосновение, если человек продолжает пить таблетки. Ну, то все равно же одно не исключает другого, да? Конечно. То есть если у тебя болит желудок, мало сходить к психотерапевту, то надо еще и идти к гастроэнтерологу. Конечно, конечно. Если у нас есть язва, ну, то есть, извиняюсь, это дырка, да, то есть в желудке. Ну, то есть, естественно, ее, как бы, надо лечить, не только с психологом, психотерапевтом и так далее. Надо лечить, да, то есть основную проблему тоже, и, как бы, это нельзя никак пренебрегать. Угу. Ну, вот люди, у которых... Здесь вот всегда возникает какая-то путаница, и у меня в голове тоже. Первое, да, это заболевания, которые вызваны какими-то нашими психологическими проблемами. Второе, это когда у человека вроде бы что-то болит, а на обследованиях ничего не проявляется. Это тоже же психосоматика, да? Это лучше назвать это самотоформное расстройство. Ну, это тоже как бы в широком смысле это психосоматика. Ну, чтобы не путаться, да, у нас есть чисто психосоматические заболевания, мы о них говорили раньше, и есть самотоформная патология. Например, это ипохондрическая расстройство, да, наверное, все это примерно понимают, да, то есть когда человек считает, что у него миллион разных заболеваний, он проходит обследование, как только он сюда прошел, он такой, ну, там-то я на ФГДС-то был уже целый год, наверное, там что-то выросло, давайте-ка по второму кругу. Все ему говорят, что все хорошо, но он четко уверен, да, то есть у него высокая тревога из-за этого, потому что он четко знает, что у него-то есть это заболевание, его просто еще не нашли. И тогда что надо делать? В этом случае, когда вы уже долго обследуетесь, и вам все врачи говорят, что у вас все хорошо, вам бы точно лучше на этом этапе посетить врача-психиатра. У меня, как у человека тревожного, сразу же возникает мысль. Ну, что значит ничего не нашли? У нас нет идеально здоровых людей, но на самом деле. Нет, скажем так, не нашли ничего значимого. Может, действительно плохо обследовали. В общем, у меня признаки появляются. Нет, действительно, есть какое-то, во-первых, качество медицины, медицины в том регионе, где вы проживаете. То есть эти моменты тоже не стоит исключать. Но обычно, когда это ипохондрическое расстройство, это доходит до абсурда. То есть человек сделал ФГДС, и через 3 месяца такой, возможно, что-то все-таки выросло, вот этот полип или опухоль. И через 3 месяца он проходит. И врач что-то доверие не внушал. Да, да, да. И то есть где человек проходит несколько раз подряд одну и ту же процедуру, где ему 10 врачей уже сказали. То есть одно дело, когда один специалист, например, там, он не вызвал у вас доверие, вы пошли к другому. Это абсолютно окей, это, наоборот, адаптивно, это ваше здоровье. Но если вы сходили к 10 кардиологам, вам 10 кардиологов сказали, это не мое, то есть и вы пошли после этого к 11-му, или легли в стационар, там, сделать те суточные мониторы и так далее, то здесь мы уже, конечно, как бы говорим о том, что это немножечко необъективно. Хорошо, возвращаемся к психосоматике. Какой прогноз, скажем так, у человека, который страдает вот этими психосоматическими расстройствами? Можно от этого навсегда избавиться, если заняться этим вопросом всерьез? И физическим проявлением своей болезни, и психическим, и тогда вот все у тебя больше никогда не повторится? Ну, как бы, если мы берем, например, стандартные все психосоматические заболевания, то есть это чаще всего заболевания хронические, то есть полностью убрать мы их не можем, да, то есть, ну, как бы, сахарный диабет второго типа никуда не девается ни в коем случае, да, то есть он просто либо контролируется, либо не контролируется. И поскольку это заболевание все равно остается, то мы здесь говорим как раз про контроль над заболеванием, да, и то есть про жизнь вне обострений. Один из интернет-экспертов говорит, что Насберг – это тоже психосоматика, и что от него можно избавиться за одну неделю навсегда. Давайте посмотрим фрагмент. Насморк – это обиды, это грусть, это такая, может быть, тоска или печаль, которая не была выражена. Проделай работу над собой для того, чтобы это выпустить. Может быть, поделись с кем-нибудь, расскажи каким-нибудь своим друзьям, близким о том, что вот здесь ты там грустишь или обижаешься. Может быть, просто пойди в парк, в лес и поговори с собой, хотя бы просто выскажешь, чтобы эта эмоция была выражена через то, что ты это выговариваешься. Если тебе удобнее, ты можешь написать об этом в какие-то дневниковые записи, рассказать свои эмоции, свои мысли по этому поводу на бумаге. Как вам такой совет? Ну, то есть, в принципе, действительно, во-первых, учитывая, что Насморк проходит за 7 дней, то есть вот пока ты всем высказал, все написал, Насморк и прошел, он бы и так, конечно, прошел, а ты, в принципе, еще и выписался. Ну, во-вторых, наверное, тяжело, вот ты такой вот сидишь, особенно там нос прямо заложен, и ты такой, самое время тебе все высказать. То есть, гундосы, да, ты такой, то есть, ну, как бы спорно. Ну, то есть, и плюс мужчина перечислил, ну, практически все негативные эмоции, которые есть, ну, то есть, хоть что-нибудь да попадет, хоть что-нибудь есть у всякого. Поэтому, ну, насколько Насморк психосоматический, это, конечно, очень спорно. Да, то есть, вирус гриппа, наверное, очень расстроится, что как бы у него забрали перенс в этом вопросе, вместо этого такой, ну, психосоматика, невысказанная обида. И все равно у нас получается, стресс продолжительный, непродолжительный какой-то, да, влияет на здоровье и вот вызывает эти психосоматические заболевания. Может, надо что-то сделать заранее, профилактику провести, чтобы не возникло психосоматического заболевания. Есть ли у человека стресс? Как надо на него правильно среагировать, чтобы это не ушло куда-то вот в заболевание в тело? Тут, естественно, это очень сложно так ответить. Это, наверное, надо смотреть по ситуации. То есть мы, в первую очередь, избегать должны хронического стресса. То есть если стресс регулярно повторяется, например, это ситуация, с которой вы что-то можете сделать. Вот от этого стресса надо из жизни избавляться. Ну, то есть, извиняюсь, если вы живете с алкоголиком, и у вас через 20 лет началась гипертоническая болезнь, это не очень удивительно. То есть надо вовремя... Убирать источники хронического стресса. Ну, а с повседневным стрессом, может быть, есть у вас какой-то свой собственный дзен, которым вы можете поделиться с нашими зрителями? Ну, поскольку это все равно вегетативная нервная система, то есть и у нас же, как мы помним ранее, активируется симпатика, то есть мы начинаем, например, чаще дышать, замедляется перистатика, ущущается пульс. Мы из этого можем повлиять на что? На дыхание. То есть если мы начинаем дышать медленно, например, во время медитации, какой-то дыхательной практики, то наша нервная система вся расслабляется, потому что если мы бышим медленно, значит, это у нас уже не симпатика, а мы уже успокаиваемся, опасности нет. И то есть именно за счет дыхания можно как раз регулировать действительность вегетативной нервной системы. Поэтому какие-то медитативные практики, то есть дыхательные упражнения, они очень полезны как раз для того, чтобы как-то помочь в моменте. Давайте подводить итог. Буквально минуты-две. Еще раз психосоматики. Вот для тех, кто сейчас смотрит нас и, может быть, что-то в себе увидел, обнаружил психосоматического. Давайте какой-то просто подведем итог и, может быть, как-то обнадежим людей. Ну, во-первых, не стоит пугаться, что все, теперь жизнь кончена. То есть почти у каждого второго сейчас есть гипертоническая болезнь после 50. Ну, то есть как бы не нужно тут бояться, что все, мы умрем. Вы с этим жили, вы с этим дальше будете жить. Просто для того, чтобы жить лучше, можно еще, например, задуматься о посещении психотерапевта, посещении психолога, то есть о том, чтобы убрать источники хронического стресса. Но это не критично, то есть это не то, что у вас есть психосоматика, все, теперь вы умрете, вообще жить не будете, все плохо. Нет, это как бы та повседневность, в которой мы живем, в которой живут многие ваши друзья, родственники, соседи. Спасибо, Екатерина. Было, как всегда, очень интересно и полезно. Спасибо.